Здравствуйте, уважаемые слушатели, я Арсений Белосохов, сотрудник кафедры мекологии и экологии биологического факультета МГУ и агробиотехнологического университета РДН. Хочу представить вашему вниманию курс медицинской мекологии, который будет проходить 12 октября в научке, в научной библиотеке, расположенной недалеко от метро Павелецкое. Несмотря на почти тысячелетнюю историю заболевания человека грибными инфекциями, медицинская мекология в современном своем понимании является довольно молодой и активно развивающейся наукой. И связано это с тем, что буквально до недавнего времени грибные инфекции были в основном связаны с экзотическими заболеваниями, с тропиками, а также с людьми и пациентами с критически сниженным иммунитетом, например, такими, как ВИЧ-инфицированные больные. Однако по мере роста медицины, по мере того, как мы можем спасать критических пациентов буквально высок от гибели и по мере того, как мы можем продлять и увеличивать срок жизни пожилых пациентов все дальше и дальше и дальше, эти заболевания из болезней экзотических и специальных постепенно переходят в заболевания госпиталей и больниц. Уровень выявляемых грибных заболеваний пропорционально растет с уровнем роста медицины, а по мере совершенствования диагностики становится понятно, что многие заболевания, которые до тех пор являлись заболеваниями с неуточненным агентом и неизвестной этиологией, оказывается, вызываются грибами, как сейчас становится понятно. При этом грибы остаются на удивление плохо изучены, поскольку об их биологии до сих пор практически ничего не было известно. И когда ты изучаешь грибы, когда ты пытаешься понять, как они становятся патогенами, какие адаптации приходят в процессе эволюции к тому, что они становятся способны зараживать людей, это на самом деле просто удивительно, поскольку некоторые из этих инструментов, они настолько неожиданные, что оказываются за гранью гениальности, и мне просто не терпится вам о них рассказать. Предлагаемый курс будет состоять из четырех разделов. Первый раздел является вводным, в ходе него мы рассмотрим основные понятия медицинской экологии, рассмотрим историю предмета, мы посмотрим и пытаемся разобрать, что такое грибы, какие механизмы эволюционной адаптации у них есть для того, чтобы заражать человека, как они себя ведут в нашем организме, и также пытаемся понять, какие принципиальные механизмы есть у нашего организма для того, чтобы производить противодействие грибным инфекциям. Во втором разделе мы окунемся в мир разнообразия грибов с позиции фундаментальной экологии и разберемся, какие существуют патогенные виды грибов, где они расположены на филогенетическом дереве, найдем их там и рассмотрим, как адаптации группы, в которой они расположены, помогают им являться патогенами человека. Потом в третьем разделе мы совершим разворот на 180 градусов и уже с позиции медицины соотнесем разнообразие болезней, вызываемых грибами, с разнообразием самих грибов и попытаемся найти там какие-то соответствия. И наконец четвертый раздел, последний, называемый диагностика лечения грибных инфекций. В нем мы рассмотрим то, как выделяют и диагностируют грибы в лаборатории, а также рассмотрим основные классы антифунгальных веществ и самое главное то, какие есть механизмы у грибов, чтобы выработать устойчивость к этим антифунгальным веществам. Лекции начнутся с 12 октября, они будут читаться по вторникам с половины восьмого, очно, также будет тримая трансляция и люди из других городов смогут ознакомиться с курсом дистанционно и задавать вопросы в онлайн-чат. Подробнее о курсе, о его расписании и программе можно будет узнать по ссылочке в описании к видео. Ждем всех желающих с 12 октября в научной библиотеке.